поищите школы по визуализации ведь у них полным полно выпускников у которых руки чешутся что-то поделать отправьте им запрос спросите кто из ваших учеников не прочь бы подделать задание за деньги разумеется instagram сейчас есть у всех и каждого но а визуализатором сам бог велел сидишь ждешь ничего не делаешь а тебе резюме приходят приходят а ты выбираешь выбираешь что нужно сделать чтобы так получилось и вообще нужно ли так делать всем привет в прошлом ролике я рассказывал о том где искать визуализаторов ну а в этом я буду рассказывать о том как с ними работать а вы что думали нашел и все дело в шляпе ничего подобного все только начинается прежде чем я начну рассказывать о том как работать с визуализаторами я хочу напомнить что это всего лишь навсего опыт нашей студии взаимодействия с визуализаторами которые находятся чаще всего на удалении от нас где-то в другой квартире в другом городе и даже стране поэтому у вас может все складываться по-другому возможно вы уже работаете и у вас есть собственный опыт поэтому конечно напишите в комментариях и мы это обсудим и так делюсь опытом пошаговые работы с визуализатором шаг номер один смотрим портфолио тех кого вы нашли в instagram связываемся с ними и просим выслать картинки то есть визуализации в большом разрешении дело в том что instagram обладает такой волшебной способностью все приукрашивать ах какие они красивые но стоит посмотреть на эти красивые визуализации в большом разрешении и наступает разочарование поэтому обязательно спрашивайте картинки большого разрешения пусть высылают вам на почту заодно пусть пишут цену таким образом вы сможете отсеять кандидатов по визуалу и по цене шаг номер два оставшимся кандидатам пишем письмо и по пунктам пункт номер один смогут ли взяться за проект максимально корректно описываем задачу чтобы визуализатор вас понял и он вам отвечает сможет или не сможет пункт 2 сроки проектирования вам должен указать эти сроки визуализатор либо вы сами должны написать в какие сроки необходимо уложиться рекомендация если речь идет о каком-то срочном проекте или об очень важном проекте лучше не связываться с новыми только что найденными визуализаторами только в том случае если выхода нет третий пункт еще раз уточняем стоимость чтобы она ну по крайней мере сохранилась в переписке на которую вы впоследствии сможете сослаться когда у визуализатора вдруг возникнет желание резко цену приподнять тут то вы ему и напомните о вашей переписке четвертый пункт порядок и способ оплаты тут обычно бывают следующие варианты первый это когда вы оплачиваете 50 процентов после выдачи тех задания и следующие 50 процентов после получения черновых рендеров или перед тем как визуализатор поставит на рендер финишные картинки второй способ это предоплата сто процентов мы по такому варианту не работаем даже с постоянными визуализаторами бывает еще так первое небольшое помещение вам делают бесплатно такой своеобразный тестер но здесь следует уточнить не ставят ли они водяной знак на свою картинку чтобы потом для вас это не было сюрпризом еще важно спросить входит ли в стоимость 3d мебели светильников и прочего ведь некоторые визуализаторы об этом умалчивают и потом выставляют счет ну якобы он скачал с 3d диван за денежку люстру скачал то есть сам он их не моделит существует ли доплата за срочность или за сложные стили ну такой например как классика или барокко пятый пункт просим прописать какое требуется тех задания у продвинутых визуализаторов это написано прямо в профиле вот пример также у визуализатор стоит уточнить сможет ли он сам подобрать необходимую мебель опираясь на тех задания дизайнера если в этом тех задания указаны и даны ссылки на сайты продавцов и производители мебели материалов и светильников шестой пункт умеет ли визуализатор сам моделить мебель светильники и прочее а если нет то как решает этот вопрос ведь сейчас заказчики хотят видеть в итоговой картинке реально существующую мебель люстры и прочее а если визуализатор сам не умеет моделить то возьмет ли с вас дополнительную плату за то что будет искать эти модели на 3d и скачивать их за денежку пункт номер 7 количество правок входящие в стоимость какие правки входят в стоимость а какие оплачиваются дополнительно и в каком размере стандартно стоимость входит две правки одна правка после того как посмотрит сам дизайнер а вторая правка после того как посмотрит заказчик ну и конечно чтобы эти правки были в рамках тех задания и задаем еще один вопрос будем считать это лайфхаком считается ли правкой если визуализатор сделал не по тех заданию а дизайнер ему на это указал так вот считается ли это правкой и берется ли за это дополнительная плата вроде бы казалось простой вопрос но у многих вызывает возмущение даже недоумение в общем задать этот вопрос надо так как по тех заданию делают единицы и потом очень не хочется конфликтовать по этому поводу 8 пункт уточняем режим работы дело в том что многие визуализаторы любят работать по ночам когда вы спите они вас заваливают вопросами а когда вы работаете и пытаетесь что-то спросить у него он молчит поэтому лучше договориться когда вы будете контактировать 9 пункт просим показать пример промежуточного рендера и финального это вам поможет определиться сможете ли вы в будущем показывать предварительный рендер своему заказчику это будет очень ускорять работу 10 пункт уточните с кем из дизайнеров уже работал этот визуализатор с тем чтобы связаться с этим дизайнером и попросить рекомендации на данного специалиста если он мнется и контакты не дает стоит задуматься а надо ли сотрудничать с таким человеком 11 если в портфолио работы только лишь в одном стиле а вам надо работать в другом то уточняем а сможет ли человек поработать в другом стиле и просим примеры и напоследок уточняем сколько хранятся сцены и возможно ли передача исходников ну вот наконец письмо написано и пора приступать к шагу номер три отправляем письмо нашим кандидатам и ждем реакции и тут могут быть разные сценарии развития сценарий 1 прошли сутки не ответа не привета вопрос а надо ли с таким человеком работать если он будет пропадать сценарий номер два вам пришло ответное письмо но наполовину вопросов ответов нет смотрите сами можете писать и спрашивать дальше но это уже звоночек того что человек необязательный будет пропадать со сроками и невнимательно выполнять тех задания но это личный опыт сценарий номер три вам пришел ответ на какие-то вопросы очень бурные ответы в стиле возмущений негодований такое тоже бывает хотя вроде бы сам писал готов хочу мечтаю ну судите сами сценарий номер четыре это тот который вам нужен вы получили ответы на все свои вопросы бинго всю предварительную работу до этого этапа у нас студии выполняет помощник на этом работа его заканчивается и контакты визуализатора передаются дизайнеру казалось бы ну все уже работаем но нет далее делается отбор по умению работать дело в том что красивое портфолио это не доказательство того что человек работает так как надо вам банальная причина работы в профиле чужие работы делал сам но это был дипломный проект и сил было на него потрачено огромное количество но и времени разумеется тоже а также преподаватели помогали сокурсники в общем работа была коллективная бывает невнимательное прочтение и выполнение тех задания игнорирование и отказ вносить корректировки бывает и очень часто пропадает не отвечает на вопросы вообще исчезает из поля зрения а бывает просто некомфортно общаться да и в переписке такое тоже бывает поэтому рекомендуем при работе с новым визуализатором тщательно обговорить и получить ответы на все вопросы не работать по стопроцентной предоплате не работать по срочным проектам давать для начала либо тестовое задание либо реальный проект с негорящими сроками запросить рекомендацию у дизайнеров с которыми он работал друзья я поделился с вами своим собственным опытом того как моя студия взаимодействует и находит визуализаторов надеюсь вам это было полезно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик всем пока